В прошлой программе мы начали знакомство с очень талантливым и увлеченным человеком Виталием Савельевым, который, выражаясь простым языком, обучает машин обходиться без водителя. И это далеко не все его заслуги. Смотрите прямо сейчас. В последнее время водители машин чем только не занимаются за рулем. Пишут смс, просматривают почту, отвлекаются на пассажиров и даже делают селфи. Так почему бы не предоставить управление авто самим автомобилем? Вы садитесь в железного коня, пристегиваетесь, задаете маршрут, а после разворачиваете газету и спокойно читаете новости. Фантастика? Нет. Новые технологии. Фантастика? Нет. Новые технологии. Я единственный свидетель. До свидания. Всего хорошего. Мы давно не удивляемся конверным линиям, автоматическим станкам и даже роботам-хирургам. За границей уже происходит тестирование беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования. Это вотчина Google Car, Volvo, Mercedes и Audi. В лаборатории конструкторского бюро «Аврора» программное решение тестирует и эта непонятная крупная железяка с большим количеством проводов. Ее не так жалко, если она ломается или врезается в забор. У нее все четыре поворачиваемых колеса. Она может быть очень мобильной и очень юркой. И ее размер примерно соответствует автомобилю класса «Б». Основной блок, который находится внутри, это компьютер, который выполняет все вычислительные операции, сбор всех данных внешних и, соответственно, отвечает за построение траектории. И в режиме реального времени распознает какие-то объекты, их объезжает, принимает решение о маневрировании. У нее блокируются два задних колеса, поворачиваются только передние. Можем работать со всеми четырьмя поворотными колесами, она может разворачиваться на месте, может осуществлять парковку. Для него самого это никогда не было за гранью фантастики. Чего не хватает, придумают, оборудуют бесчетным количеством лазеров и датчиков, протестируют и снова утрут нос конкурентам. Как человек, не представляющий свою жизнь без скорости и экстрима, Виталий с гордостью показывает свой багги. Здесь стоит двигатель от мотоцикла объемом в один литр, мощностью в 120 лошадиных сил. С учетом того, что этот автомобиль весит чуть более 300 килограмм, у него получается очень хорошая мощность. А это еще один источник острых ощущений нашего героя, его величество – дрифт. Если японцы видят дым из-под колес, как туман над горой Фудзи, а парные заезды, как инь и янь, то у наших смельчаков своя философия. Дрифт – это техничность, красота и стиль. Чем сильнее горят об асфальт покрышки, тем больше эмоций. Я вообще сам по себе человек рисковый и выступаю за все новое. Шесть лет назад в России были организованы первые соревнования беспилотных транспортных средств. Назывались они «Робокросс» и были приурочены к молодежному форуму «Селигер». Сегодня модели робокросса уже осваивают небесное пространство, да и география значительно поменялась. В Нижнем Новгороде на испытательном полигоне группы «ГАЗ» – это березовая пойма, большой полигон, где испытывают автомобили, новые разработки горьковского автозавода, машины, вышедшие с конвейера. В России и этим летом тоже проходило знаковое событие для систем автономного управления – форсайт-флот. Человеку-несведущему легко запутаться в направлениях. Сейфнет, футнет, бионет, нейронет – много разных нетов, символизирующих безопасность, еду, медицину и прочее. Оттуда я узнал, что через 10-12 лет в перспективе наших ученых очень серьезные технологические прорывы, включая блокировку эмоций и много всего такого, о чем не прочитаешь в фантастике. В течение последних трех лет именно наша команда занимает первое место в соревнованиях, носящих национальный статус. Это вам не грибы с глазами, а новейшие технологии в плоти. Есть механизмы, которые нажимают на педали, есть мотор, он находится под капотом, который крутит руль, и в кузове находится компьютер, который всем этим делом управляет. На «Газели» устанавливается много сенсорных устройств, сверху ставится трехмерный лазерный сканер, спереди ставится сканер различной видеокамеры. В зависимости от данных и заложенного сценария машина сама принимает решение, как двигаться. И этот чудо-автомобиль тоже стал чемпионом, совсем недавно приехал в соревнование. Автомобиль по документам числится как лабораторный стенд, и поэтому если ее вдруг в городе кто-то остановит, или, не дай бог, случится какой-то инцидент с ее участием, то, конечно, у... Она не машина вроде как. То она не машина вроде как, и у представителей правоохранительных органов будет очень много вопросов. Поэтому сейчас испытания проводятся только на закрытых территориях, а добирается туда машина на специальной платформе. Года через полтора, по словам Виталия, в России появятся официальные тестовые полигоны для испытаний беспилотников. Скорее всего, это будет Липецкая область, но КАМАЗ, первый игрок в области беспилотного транспорта, очень сильно склоняет чашу весов к Татарстану. К 2020 году КАМАЗ обещает уже выпустить на дороге общего пользования пробную партию автомобилей, правда, которые будут не совсем беспилотники, они будут с частичным управлением. Так называемые АДАС-системы – это система помощи водителей. Что характерно, наши испытатели сильно не рассчитывают на изменение дорожной инфраструктуры и своих роботов сразу готовят к ямам и ухабам. Чего уж там. Эта платформа гиростабилизированная для установки на нее сенсорных систем. То есть вот эти три устройства, которые выполняют подъемную функцию, называются актуаторами, это выдвижные стержни. За счет того, что их три, вот эта площадка, которая находится наверху, может практически поворачиваться под любым углом. В Европе давно стало нормой приучать детей к роботизированной технике с юных лет. По сути, именно нынешнее поколение малышей доверит свою безопасность беспилотникам. У нас, говорит Виталий Савельев, не знаешь, что труднее – добиться технического совершенства или устаканить саму идею в голове сограждан. Это сколько же законодательных актов придется пересмотреть. Да и гаишникам вряд ли понравится спорить с роботами, кто из них виноват в ДТП – хозяин самостоятельного автомобиля или производитель. Или другая ситуация – выбегает на дорогу ребенок. Что сделает машина? Предпочтет жизнь малыша или выедет навстречу и подвергнет опасности, возможно, еще больше людей. А еще нельзя списывать со счетов хакеров. Все же умный автомобиль наполовину компьютер. Не так давно был инцидент одного из ведущих производителей у Крайслера, у которых есть частичная автоматизация. Получилось так, что хакеры смогли взломать большое количество автомобилей. Фактически была возможность отключить тормозную систему. О роботизированном будущем Виталий может говорить бесконечно. В его лаборатории и правда теряешь связь со скучной, приземленной реальностью. Он и сам представитель нового поколения программистов. Нестандартно мыслящий, искрометный, рисковый и, к счастью, совсем не ботаник. Недавно шел мимо радиорынка и придумал оригинальный подарок сотруднице на день рождения. Моторчик – система, которая меняет его скорость вращения, несколько нехитрых устройств и чудо-предмет готов. Устанавливался мотор, на нем было крепление для листа бумаги, защитный экран. И мотор раскручивал установленный лист. И с помощью красок можно было набрасывать на этот лист и создавать такой необычный рисунок, который за счет центробежной силы создавал такие интересные узоры. Кто-то добьется в этой жизни одной высоты и всю оставшуюся жизнь делает из этого культ. В то время как действительно талантливые и рукодельные люди каждый день открывают в себе новые способности. Например, можно быть обычным программистом, который имеет разряды по электрификации, увлекается дрэк-рессингом и другими захватывающими дух покатушками, обладает правами почти на все виды транспортных средств, а еще создает и тестирует роботизированную технику. И заметьте, не ради всеобщего одобрения. Просто ему скучно быть серой массой и ждать, когда кто-то за него совершит прорыв в спорте, науке или робототехнике.